В лотерее 10-го юбилейного фестиваля театра и кино «Амурская осень» участвует уже больше тысячи билетов. И это не предел, уверены организаторы. Главный приз – автомобиль «Рено» – не единственный подарок лотереи. Она пройдет 28 сентября и поучаствовать в ней может каждый, кто купил билеты на любое мероприятие в фестивале. Между тем, до официального открытия 10-й «Амурской осени» остается чуть больше недели. Как готовиться встретить осень – самый звездный сезон в году, узнавала Яна Лисовая. Этот автомобиль сотрудники автоцентра и сами рады были бы оставить себе. Только вот он уже забронирован. Совсем скоро машину «Рено» разыграют среди зрителей «Амурской осени». Несмотря на это, авто пользуется небывалым, почти звездным спросом. Автомобиль очень востребованный. Покупатели обращают на него внимание. На него даже формируется очередь порядка трех месяцев ожидания. Этот автомобиль очень нравится покупателям, потому что это автоматическая коробка передач. В Дальнем Востоке очень любят такие автомобили. И нам даже пришлось уведомлять покупателей о том, что данный автомобиль продан, и мы подберем с удовольствием другой. С рекордной скоростью продаются и билеты на мероприятия «Амурской осени». Все они будут участвовать в розыгрыше призов, который пройдет 28 сентября. Своеобразный штаб лотереи развернули в областной филармонии. Здесь амурчане регистрируют билеты. Лотерея проходит впервые и проходит достаточно активно. То есть за две недели у нас уже более тысячи участников, которые зарегистрировались. Но я думаю, самый пик будет предполагаться на время амурской осени. То есть с 15 по 27 сентября, когда люди будут идти уже непосредственно на спектакли, на творческие встречи, будут идти и регистрироваться. К слову, филармонии к приезду звездных гостей уже все готово. Недавно в холле обновили диваны. Афиши расклеены давно, билеты на некоторые спектакли уже и вовсе распроданы. Я сам даже хочу сходить на спектакль с Валерией Лонской, но не знаю, будет ли время. Билеты у нас практически проданы. Есть еще шанс у зрителей, потом приходите, обращайтесь. Дом народного творчества, бывший дом офицеров, этой осенью тоже будет принимать звездных гостей. И хотя на афишах все еще написано «Тора», культработники не обижаются. Говорят, привычку побороть хоть и сложно, но можно. Здесь еще в прошлом году обновили зал, теперь он гордо зовется киноконцертным. А чуть больше месяца назад полностью отремонтировали еще и малый кинозал, где будет проходить показ французских фильмов. Всегда возникает вопрос, в какие залы придут конкурсные фильмы, придут спектакли. Мы очень рады, что мы, можно сказать, заполучили четыре творческие встречи, фильмы. Но это будут, правда, не конкурсные фильмы. Но, тем не менее, эти встречи состоятся у нас. Надеюсь, на следующий год увеличится количество этих встреч. И надеемся, что и спектакли. В ОКЦ накануне Амурской осени установили специальный LED-экран для объемного изображения. Оборудование дорогостоящее, но, говорят, очень нужное. На самом деле в Амурской области LED-экранов нигде нет. То есть это первый в общественно-культурном центре. То есть на этом мы останавливаться не будем, потому что на следующий год, вот именно к следующей Амурской осени, мы хотим приобрести LED-шторы, чтобы у нас здесь также использовалось. И в дальнейшем надо смотреть еще и по поводу пола, чтобы все блестело, сверкало, чтобы можно было программировать, потому что сейчас время идет, надо шагать в ногу со временем. А пока в ожидании звездных гостей ОКЦ по традиции осветили. Говорят, это тоже храм, хоть и искусство. В том, что во время фестиваля свято место, пусто не будет, уверены все. Вот работники автоцентра запаслись билетами на спектакль фестиваля, чтобы мечта о новом Рено стала еще ближе. Яна Рисовая, Игорь Карпов, новости дня, информационное агентство «Порт Амур». Игорь Карпов, новости дня, информационное агентство «Порт Амур».